Громкий храп стал причиной гибели молодого человека. Компания устроила дома застолье. В процессе одному из выпивающих не понравилось, что его коллега по стакану уснул и стал храпеть. Вместо того, чтобы просто разбудить друга, собутыльник предпринял кардинальные меры, какие вы узнаете в рубрике «Протокол». Алкоголь стал лейтмотивом в очередной истории. Приятели устроили застолье в общежитии на Яграх. 27-летний собутыльник от переизбытка алкоголя стал чрезмерно придирчив. Во время распития спиртных напитков в компании единомышленников по адресу Нахимова-3 был крайне недоволен тем, что один из собутыльников во время сна громко храпит, стащил его с дивана, после чего не менее 10 раз силой ударил его головой об пол. Потерпевший 24-летний житель Пинежского района получил тяжелую черепно-мозговую травму. Через две недели он скончался в больнице. Его убийцу задержали по горячим следам. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, он может провести в местах лишения свободы 15 лет. Полицейские просят у северодвинцев помощи. Разыскивается Ширманова Нина Ивановна, которая около 4 часов утра 15 июня 2017 года ушла от дома номер 29 по улице Юбилейной в неизвестном направлении. До настоящего времени местонахождение пенсионерки неизвестно. Приметы. На вид женщине 67 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Была одета в серую вязаную шапку, демисезонную куртку серого цвета до бедер. На ногах черные ботинки, на высоком широком каблуке. Просьба всех, кто знает о местонахождении разыскиваемой или видевших ее, позвонить по телефону 56 07 67 или 02. Необычное правонарушение попало в объектив видеорегистратора. Водитель внедорожника выбрасывает на дорогу пачку из-под сигарет. Конечно, это не преступление века, но поступок стыдный. А этот голубь решил пересечь проезжую часть на перекрестке труда Ломоносова по зебре и на разрешающий сигнал светофора. Возможно, на Пернатово подействовала постоянная пропаганда безопасности дорожного движения. Так или иначе, у этой птицы стоит поучиться законопослушности некоторым северодвинским пешеходам.